Первого апреля состоялись соревнования по автомобильному кроссу. С погодой спортсменам повезло. Ветер до 19 метров в секунду и огромная пыльная буря накрывали не только участников, но и болельщиков с головой. И это далеко не первоапрельские шутки. В старт приняли два мастера спорта, 15 кандидатов в мастера спорта, остальные – перворазрядники. Эти соревнования традиционные, уровень подготовки водителей достаточно высокий, ребята опытные, трасса подготовлена в соответствии с требованиями. Я уверен, что это будет достойная борьба и будут хорошие спортивные результаты. Заявки на участие в гонках подали более 40 человек из городов Сибири. Как оказалось, ветер и пыль настоящим гонщикам не помеха. Погода для гонок, мне кажется, более-менее нормальная, потому что пыль сдувает, машины не греются. Для автоспорта это, мне кажется, даже плюс. Соревнования проводились в пяти зачетных группах. Д2 классика – это заднеприводные легковые машины. Д1 суперкарс и Т1 – полноприводные автомобили. Д1А переднеприводные и Т4 третьих – это большие грузовые автомобили. Для многих участников гонки прошли как по маслу, и трассу без помех проехали, и адреналин на год вперед получили. Но, к сожалению, в автомобильном спорте не бывает все так гладко. Сегодня мой автомобиль немножко подвел меня, то есть у меня сгорело сцепление, а теперь он не может двигаться. Автокросс можно отнести к самым зрелищным гонкам, так как зрителям видна вся трасса. Гонщики соревнуются друг с другом, а не на время. И, конечно, каждый с замиранием сердца смотрит на контактную борьбу между автомобилями участников заезда. Юлия Сиденникова, Николай Шунков, ЗАП-ТВ